Мои витания, рады и бачить вас. Доброго дня. Витаю, земляки, витаю. Обязательный элемент президентской программы – хождение в народ. Петра Порошенко приветствует жителей Рении и ближайших окрестностей. Те, кто стоит в первых рядах, благодарят гаранта за какие-то социальные программы и за дорогу вокруг города. Вот теперь это спать можно будет спокойно, не боясь проезжающих мимо стареньких домов фур. На этом же участке президент рассказывает о важности отремонтированной дороги Одессы-Рении и отправляется в Измаил на встречу с портовиками и преподавателями учебных заведений, готовящих моряков. К слову, трассу М-15 Петр Порошенко посещал и в октябре прошлого года, когда в микроавтобусе прокатил премьер-министр Болгарии, и в декабре, когда открывал на границе с Молдовой контрольно-пропускной пункт, построенный за деньги соседей из Евросоюза. Именно с рассуждений о дороге начал президент свою речь в Измаиле перед специалистами морехозяйственного комплекса. Если раньше нужно было 7-8 часов, чтобы приехать в Одессу, и это было такое очень тяжелое пробование, и для машин, и для людей, то на сегодняшний день за 3-4 часа можно добраться до областного центра. И это не просто слезу Певденной и Бессарады из Одессы, это и потужный развиток Певденной и Бессарады, развиток бизнеса, в том числе и нового посереднего развитка туризма, развиток инфраструктуры. Вообще проблемам самого морехозяйственного комплекса в своем 20-минутном выступлении глава государства выделил минимум времени. Оно и понятно. Предвыборная кампания в разгаре, и было бы странно не воспользоваться временем с большей пользой для избирательных целей. В этот раз было минимум церковной тематики, поскольку еще на Киевском съезде во время объявления о своем втором президентском походе Петр Порошенко отметил, что не армией, верой и языком едиными. Надо же обратить внимание и на уровень бедности, и социально-бытовые проблемы граждан. Портовикам наверняка было интересно услышать о монетизации субсидий и льгот. Все выиграют. Выиграют государство, потому что не покупает импортный газ. Выиграют бюджет, потому что уменьшили дотации. И человек, который получает субсидий, получает, умовно скажу, в среднем в Украине 5-3 тысячи гривен, а платить людям 800 гривен. И для каждого пенсионера, каждого месяца, 600-700 гривен, додатково будет пищевать. Мы наобранцовали тот ресурс, который позволяет сделать индексацию пенсии. С 1 сечня сделаем индексацию военно-пенсионеров. И будем иметь возможность с 1 пересня сделать решительные тропки по индексации пенсии пенсионеров. После того, как президент рассказал еще и о своих предложениях по изменениям в Конституцию, и теперь страна официально стремится в НАТО и ЕС, началось настоящее совещание, посвященное проблемам морехозяйственного комплекса. Оказалось, что у местных портовиков не все так гладко. Президенту и профильному министру Амеляну было что послушать. Иначе есть решения, которые не совсем понимают. Например, ситуация с портовыми сборами. Они и сами по себе, и очень большие. Даже когда начинает снижаться, вними какая-то ситуация. В округе 2017 года Министерство инфраструктуры дает наказ, которым смещено 20% портовых сборов по округе. В этом случае записано коэффициентно 8, не застосовывается при исправлении портовых сборов и суден, и плодушек сборов у таких випадков. Вся час судна захода в морские порты Украины расположены в Устье и на Рижске Донаве. У меня просто вопрос, чем завинили порты, которые находятся на Донаве. 7 тысяч моряков сегодня проживают в городе Измаиле, плюс члены их семей. Это традиции, это династии. И сегодня статус Измаиля резко понизился, только сегодня перенесли аттестацию в другие города. И самое главное, чтобы был нарушен непрерывно образовательный процесс. Еще одной проблемой морской образования в Измаиле является отсутствие собственной учебной базы у Донавского института национального университета Одесская морская академия. Президент дал поручение министру инфраструктуры решить насущные проблемы рабочего класса Одесского придунавья. Поможет ли Владимир Амелян рейтингу действующего президента до 31 марта? Большой вопрос. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.